Возможно, вы школьник, который вдохновился недавним говнарским ревайвл-движением, за которым мы можем поблагодарить войну постпанк-групп из десятых годов, а также недавно отшумевший сериал про топ-1 Герыч Фолкбэнк в истории СНГ-пространства, и решили выпросить у родителей десяток тысяч рублей на свое домашнее Professional Studio для записи своего творчества в аудиоформате. Или, может быть, вы студент, всегда державший в себе тлеющую искру надежды на самовыражение в виде громкого и похабанного подобия на музыку, что из-за здешних краях называется говнарство, или же рок. Но никогда по какой-то причине не смогли затопить этот гетштальт под литрами гаража и прочих субстанций, и вот сегодня вы смогли наскрести свои смешной стипендии с тоже смешной бюджет. В любом случае, зайдя на YouTube сегодня, вы увидите множество гайдов, подобных этому, в которых, однако, не учитывается одна очень важная вещь – степень бедности нашего молодого народонаселения и возможность приставки лоу-фай перед любым жанром для его улучшения. Из-за этих двух вещей у вас появляется возможность записывать свои творения даже в самых пролетарских условиях, а у меня, как у опытного инди-музыканта с собой сотни прослушиваний, половина из которых мои, который уже испытал все трудности провинциальной бомжа звукозаписи стажем в три года, передать вам это сакральное знание и втюхать вам очередной никому не нужный гайд. Итак, начинаем. В первую очередь, нам нужен инструмент. Самый универсальный для нас – это электрогитара, а также вокал, мы об этом чуть позже. Если до этого вы не владели никакими звукоизвлекающими палками, тут бесполезно долго смотрятся характеристики на мусторге и объявления на авито. Здесь у вас есть всего один разумный выбор. Посмотрев пару гайдов по выбору бы инструментов, где вам скажут, что брать инструмент с закрученным в макарон грифом мясо, кстати, лучше не нужно, идите на авито и покупайте любой приглянувшийся вам инструмент, руководствуясь своей интуицией и базовыми знаниями в физическом мире. Например, о том, что брать 40-летнее советское подобие гитары, которая все свое существование пролежала на дне кастрюли с ключевым санбоя, лучше не стоит. На момент записи данного видео нормальную гитару вполне можно купить за примерно 7-6 тысяч рублей. Также стоит сказать лишь одну вещь по этому поводу. Если вы хотите играть в металл, берите что-нибудь с хамбакером, если нет, берите что угодно. Далее встает вопрос подключения. Как же заснять те прекрасные гармонии, что вы извлекаете из вашего брендового уколеля Alen Schwartz и отправить их в удивительный мир цифрового звука? Ответ прост. Если у вас полноценный ПК или старый ноутбук, в общем, что-либо имеющее линейный вход, который обычно выделяется синим и похож на вход для наушников или микрофона, просто купите шнур с джеками 6.3 с обеих сторон и переходник на 3.5, который можно найти рублей за 150. Соедините это все с гитарой и воткните переходник с проводом в линейный вход. После этого вам необходимо просто скачать драйвер Asia4All, который после правильной настройки позволит вам записывать ваш инструмент с относительно незаметной задержкой. Далее просто скачиваем любой удобный вам DAW, тот же FL Studio или Reaper, любой эмулятор гитарного усилителя с эффектами, моя любимая серия Archetype Neuro DSP и Guitar Rig 7. Для совсем слабых ПК подойдет Guitar Rig 5. Задержка зависит от мощности вашего компьютера и нагрузки, вызываемой открытыми в вашем DAW плагинами, теми же эмуляторами гитарных усилителей. В целом, в звукозаписи принято записывать сначала чистый звук гитары, без наложения каких-либо эффектов, но в силу того, что потребуется множество одновременно обрабатываемых дорожек, оперативная память и процессор вашего компьютера, скорее всего, обновлялись в последний раз еще в прошлом десятилетии, советую записывать сразу обработанный звук, что хоть и сужает возможности для постобработки, но экономит ценные мощности вашего ПК. Если же вы не обладаете линейным входом на ваших устройствах, рекомендую купить, опять же, бэушную звуковую карту компании Behringer. Эти хитрые немцы смогли создать линейку довольно прочных, качественных и дешевых звуковых карт, хотя их совсем нельзя назвать профессиональными, ведь они всегда будут фонить, глючить, а их драйвера крашатся, но такова цена бытия нищим. Для начала, если вы не планируете записывать вокал, рекомендую вам купить Behringer UCG-102. На момент записи этого видео бэушина стоит от 1500 до 3000 российских гривенников. Который по сути является одним большим переходником китайского производства, который вполне подойдет для записи инструментальной музыки. К ней в комплект идут заводские драйвера, однако они столь плохи, что следует использовать Asia for All, как и в случае отсутствия звуковой карты как таковой. Если же по какой-то причине, помимо скрежда струн, вы хотите записывать свои атональные вопли, которые вы называете вокалом, такой простой сетап вам не подойдет. Самый надежный и дешевый вариант, это купить звуковую карту Behringer уровнем чуть повыше. Любую, в которой будет микрофонный вход и преамп. UMC-22, например. Для этой звуковой карты подойдет любой динамический микрофон. Себе я взял недорогой Behringer XM850. Обычно вокал записывают на конденсаторные микрофоны, поскольку качество их записи гораздо лучше, чем динамические. Динамические же часто используются на сцене. Однако конденсаторные микрофоны требуют качественной акустической обработки комнаты, что вряд ли вам доступно. Поэтому для начала все же лучше взять динамический микрофон. Если же для вашей музыки крайне важен вокал, и вы готовы для этого прятаться в шкаф или под одеяло, советую не экономить и купить нормальный конденсаторный микрофон. Фирмы Shure, AKG, Behringer и так далее. Такие микрофоны сейчас стоят в среднем от 5 до 7 тысяч рублей. В крайнем случае можно записывать вашу акустическую гитару и вокал на ваш смартфон, поскольку на современный смартфон ставят довольно качественные конденсаторные микрофоны. Однако удобство записи при этом будет довольно низко. Также хочу призывать вас к экспериментированию. Например, если у вас нет какой-либо звуковой карты с преампом, но необходимо записать какой-либо микрофон, вы можете воткнуть его в гитарный комбоусилитель, после чего воткнуть напрямую в линейный вход компьютера. Качество звука при этом будет оставлять желать лучшего, однако в этом прелесть инди-музыки. Именно таким способом, подключив китайский микрофон от караоке к столь же китайскому комбоусилителю для гитары за 3000 рублей, я записал вокал для своего первого альбома. В целом, это все вещи, которые вам стоит знать перед тем, как начать неумело ломиться в дверь карьеры звуковика или музыканта. Все проще вы можете почерпнуть из соответствующих туториев, которых можно на ютубе. А лучше, что более соответствует философии рок-н-ролла, научиться методом тыка. Субтитры создавал DimaTorzok